всех кто последовательно добрался до с нашей очередной части поздравляю мы сделали первый шаг создание в приложении и мы продолжим работать над нашей игрой посмотрим еще раз на нашу схему нам необходимо сейчас сделать так чтобы игрок мог выбрать будет он продолжать играть дальше либо ответить нет и остаться на прежней странице и после этого мы будем реализовывать выбор пещеры то есть делать новую функцию как вы понимаете которая будет выводить новую страничку с новым орель и новым содержимым ну что приступим итак первое что нужно сделать это добавить в наш шаблон вопрос есть а теперь нам нужно варианты ответов и это делается самым простым способом с помощью гиперссылок обращая внимание еще раз мы работаем с двумя вкладками в одной вкладке у нас python файл в другой вкладке файл шаблона файл темплейта и сейчас файл шаблона мы добавим вот такую строку которую нас две гиперссылки добавляется еще один тег языка html и тег создания гиперссылок с атрибутом href и содержимым со ссылкой на другую страницу dragon's shoes если мы отвечаем да либо это две вертикальные черты здесь можно написать все что угодно можно сделать даже вот так вот чтобы было красиво можно развлечься это просто такой разделитель для того чтобы было понагляднее но можете здесь экспериментировать что хотите писать тобой текст и 2 гиперссылка имеет href решетка это фактически страница будет ссылаться сама на себя мы никуда не пойдем но дать пользователю возможность выбрать вариант нет мы должны сейчас еще обращаю ваше внимание на то что мы завершили предыдущую часть но не завершили выполнение нашего проекта лучше нажать на красный квадратик и остановить процесс почему это необходимо делать потому что шаблон у нас изменился и для того чтобы подхватился новый шаблон нам нужно будет запускать заново это очень важно следующая наша функция которая отвечает за вывод странички с выбором пещеры будет соответствующая функция шуз и ей будет соответствовать три строки обращаем внимание что мы должны описать эту функцию до последней строчки с функцией ран это важно потому что язык python это язык интерпретируем и ему нужно знать какие функции выполнять если мы немножко перепутаем у нас возникнут ошибки и так либо набираете ставьте видео на паузу либо делаете копипаст сайта этого кода что мы еще не сделали это не принципиально у нас если мы посмотрим в окно консоли здесь что-то выполняется данном случае ничего не видно но функция которая вызывалась в игровом цикле display info была заменена функцией dragons соответственно в коде мы тоже можем ее закомментировать нам этот код уже не нужен и потом принципе мы можем его даже удалить уже спокойно но я закомментирую а вы можете удалить но очень аккуратно смотрим почему я комментирую можно случайно опять же бывает плохо работает мышка взять выделить лишнее и лишнее удалить смотрите очень аккуратно поэтому лучше комментировать так аккуратнее либо удалять построчно дисплей инфо нам не нужно и в принципе функция которая отвечает за выбор пещеры нам тоже не нужно поэтому тоже мы еще скейф тоже закомментируем мы сейчас занимаемся тем что профессиональные программисты называют рефакторинг кода с мы его рефакторим видоизменяем так чтобы решать те задачи которые мы поставили перед собой эта функция нам еще будет нужна ее не торопитесь комментировать мы в ней немножечко только поработаем с кодом мы не заменять не будем итак мы сделали уже вызов этой функции и в принципе мы можем даже проверить можем запустить я вернусь на эту вкладочку могу нажать обновить и вот у меня появились две ссылочки нет и уровень меняется видите с решеточкой но мы остаемся на той же странице и можно ответить да но у нас выдается страница с ошибкой почему потому что у нас еще пока нет темплейта мы не сделали темплейт мы не вывели контент сейчас мы эту оплошность устраним останавливаем процесс и создаем новый файл шаблона так что-то у нас не выбралось new многоточие вот файл если что-то не получилось но пощелкайте и вот появится иногда почему-то бывает и здесь набираем шуз . tpl опять же еще раз повторю почему важно потому что в коде у нас написан вызов именно такого шаблона вот это вот слово должно соответствовать названию файла и потом . tpl содержимое этого файла у нас будет еще проще хотя будет похоже на то которое мы делали в предыдущем случае и я тоже использую копипаст здесь у нас тоже две гиперссылки смотрите они очень специфичные мы тоже рассматривали структуру если кто не помнит посмотрите структуру страницы я говорил о том что у нас будет веб-страница с параметром и вот у нас веб-страница кейв то есть мы попали в какую-то из пещер и здесь параметр а в гиперссылках значение параметров будет единичка либо двоечка и соответственно игрок может выбрать один или два давайте проверим запускаем можно не кликать мышкой а переходить просто на страничку в браузере нажимаем да и вот у нас уже один или два но и я думаю что вы понимаете что если нажму на один у нас будет точно такая же почти ошибка как предыдущий раз нас вообще ничего не написано по поводу такого ореля страница не найдено вот еще раз проверяем not found да поэтому следующей части мы напишем тот код который будет отвечать уже за выбор пещеры